Ухань – город с 12-миллионным населением, один из самых крупных в центральной части Китая. Это важный промышленный и транспортный центр. В настоящий момент 230 его предприятий входят в список 500 самых значимых и крупных в стране. И это, уверены представители делегации, во главе с вице-мэром города Лю Льюнем только начало. Они открыты для деловых предложений как внутри Китая, так и далеко за его пределами. В город над Бугом приехали в первую очередь для того, чтобы оценить возможности сотрудничества. Я впервые посещаю Брест, но он уже поразил меня не только своей красотой, но и экономическими возможностями. Город является важным транспортным узлом, и мы надеемся в будущем открыть здесь совместный белорусско-китайский логистический сортировочный центр. Создание в городе над Бугом логистического комплекса – одна из главных тем. Через Брест в Европу поезда из Китая ходят и в настоящее время, но их количество будет увеличено. Компании, занимающиеся обслуживанием грузов, подписали в ходе встречи документы о сотрудничестве. Строительство комплекса может стать следующим взаимовыгодным шагом. Сегодня грузы на данном участке пути обслуживаются и на белорусской, и на польской стороне. Появление центра поможет оптимизировать процесс. Компания Ухань-Ханю предлагает новый вариант сотрудничества, строительство здесь логистического комплекса, для того, чтобы все грузы обслуживались здесь и перевести железнодорожные перевозки в мультимодальные. То есть использовать в том числе и автомобильный транспорт для доставки грузов из Бреста в Европу. Мы прошли сегодня и провели совещание с четырьмя компаниями в городе Бресте, достигли определенные соглашения. И сегодня, как вы слышали, было принято решение, первое – это открытие представительства компании Ухань-Ханю в городе Бресте. И второй шаг – это уже создание либо совместного предприятия, либо чисто предприятия с китайскими инвестициями, которые будут здесь строить свой мультимодальный комплекс и эти грузы обслуживать, в том числе и контейнерные поезда, и не только. К слову, представители китайской стороны выразили заинтересованность в работе с предприятиями Брещины не только в части транспортного сообщения. На сегодняшний день вице-мэр города Ухани, это город с 12-миллионным населением, заявила о том, что они нуждаются в продукции пищевой продукции, в продукции деревообработки. То есть это те шаги первые, которые мы на сегодняшний день уже, я думаю, что реализуем в ближайшее время. И сегодня здесь присутствовали компании, которые уже начали поставки в Китай своей продукции. Мы не понаслышке знаем о качестве белорусских продуктов, об их натуральности. И, конечно, готовы покупать продукцию в вашей мясомолочной и алкогольной промышленности. Белорусским потребителям со своей стороны предлагаем товары машиностроительного и электротехнического профиля. Плодотворное сотрудничество предполагает активный диалог. В начале июня делегация Брещины посещала город Ухань. Тогда и было положено начало достигнутым сегодня договоренностям. Тогда же появились и планы на перспективу. Была международная конференция, было 72 страны мира, которые находились в провинции Хубе и в городе Ухань. Мы провели переговоры и с другими компаниями, в частности, с городом Сеогань, побратим города Бреста, с их свободной экономической зоной, вместе с нашей, с их торгово-промышленной палатой. И мы готовим, скорее всего, это будет на осень этого года, готовим визит китайских предприятий сюда, к нам, в Брест, с целью организации сотрудничества, возможно, организации производства. Мы будем презентовать им и свободную экономическую зону, и действующее наше предприятие. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.